Как там было у этого толстомордого фашиста? Парни, работайте! Ребята, обязательно поработаем, знаю, что вы ждете подведения главных итогов ушедшей недели, итогов дня вчерашнего, митингов от 31 января, которые прошли по всей стране. Народу опять вышло какое-то невероятное количество. Несмотря на то, что пропагандисты врали напропалую, зацепило и нас. Скажу честно, ну в первую очередь, конечно же, было совершено нападение на моего коллегу, главного редактора, основателя Ермак Медиа, информационное агентство, с которым мы сотрудничаем, Колю Ермакова. Именно они делают вот эту вот программу Вести без Киселева. От понедельника утра уже до сих пор никакого дела не заведено. Ну, естественно, потому что сотрудники полиции заняты более важными делами. Они же там бабушек вчера задерживали, детей. Сейчас пытаются отписываться по поводу своей жестокости, по поводу своего фашизма. Когда им реально-то с бандюганами бороться, на кулю напали, брызнули в лицо газовым баллончиком. Ну, об этом мы поговорим завтра и вообще подведем итоги дня вчерашнего завтра в программе «Реальная журналистика». Ну, а сегодня, вот эта программа просто была сделана несколько раньше. Да и не женское это дело, подводить такие жестокие итоги. Но, тем не менее, неделя, которая от нас ушла, которая вошла в историю, ее больше никогда не будет, но мы должны о ней помнить. Юля, тебе слово. Путин в каждый дом. Вот помяните мое слово, но уже совсем скоро придет то время, когда каждый из вас будет рад портрету Путина и совсем точно не захочет с ним расставаться. И, вопреки вашему удивлению, я в своем уме. Привет-привет, мои дорогие. Это Вести без Киселева, совместный проект канала «Фирма Акмеди» и «Реальная журналистика». С вами Юля, и мы начинаем. Иногда лучше жива, чем говорить. Итак, очередная великолепная идея нашла выход изо рта сенатора Сергея Калашникова. На этот раз гений мыслительной трансформации предложил рокировочку. Хабаровск на Путина. Но не торопитесь делать поспешных выводов. Замена произойдет не в реалии, а на бумаге. На пятитысячной бумаге. Правда, когда новость облетела Рунет, россияне шутку не оценили. И вместо размещения на купюре предлагали более комфортное размещение с трехразовым питанием. Я вот искренне не понимаю, а зачем злить народ? Он сейчас и так на грани разрыва всех шаблонов. А некоторые зачем-то сами подкидывают дрова в костер с кипящим котлом. А почему бы тогда сразу и рубль не заменить на какой-нибудь Путинь? Так глядишь и вообще от налички в стране избавимся. Или посмотрим на ситуацию глубже. Может, Калашников нам так тонко намекает на историю? Ну, типа, зрите в корень, друзья. Помнится, один из вождей, например, умер в 1924-м, а его портрет на купюре появился только в 37-м. И, кстати, по счастливой или не очень случайности, этот человек тоже владел миром. И его фамилия также содержала пять букв. Ну, господин Калашников, а вы мистификата? Я вас явно недооценивала ранее. Но подскажу вам один действенный способ получить меньше негатива от населения. Не наносите портрет своего президента на существующую пятитысячную купюру. Ну, во-первых, лояльность Хабаровска сохраните. Вы у них и так уже фургалы забрали. Заберете купюру, они вам этого точно не простят. А во-вторых, номинал Хабаровской бумажки, ну, как-то мелковат для президента. А вы же мелочиться не любите. Создайте для главы государства купюру в 25 тысяч. Например. А нет, лучше сразу в 100. И это станет прям олицетворением сегодняшней ситуации в стране. 100 тысяч рублей. Недостижимый так же, как и сам президент. По-моему, неплохая идея. И волки сыты, и овцы целы. А если у вас, Сергей Вячеславович, был другой ход мысли, так я вам уступлю место перед микрофоном. Вместе послушаем. А если серьезно, друзья, выскажите свое мнение на этот счет. Стоит ли России увековечивать имя действующего президента на какой бы то ни было купюре? Достоин, не достоин? К чему приведет такой ребрендинг? Мнение редакции я озвучила. Теперь хотелось бы услышать и вас. Пишите в комментариях. Пообщаемся. Аквадискотека теперь разрешена. Танцуют все. Мэр Собянин отменил удаленку, а также разрешил работать баром и рестораном столицы в прежнем режиме. То есть после 23.00. Спасибо, помещик. Вы очень добры к нам сегодня. А можно узнать, что случилось-то, а? Митинги помогли включить мозг? Или внимание от основного фокуса отводим? Типа гуляйте, танцуйте, главное, нас не отвлекайте. Тем более, вы знаете, наверное, да, что кто-то снятие ограничений уж очень заждался. Я сейчас про Федеральную службу безопасности, которая в прошлом году закупила костюмы для танцев на общую сумму более 3 миллионов рублей. Но пандемия, сами понимаете, костюмы не пригодились. И поэтому в этом году ФСБ решила закупиться лыжами, потратив на них 22 миллиона рублей. А тут раз, и танцы снова разрешили. Видимо, все-таки будет праздник у девчат. Но вернемся в Москву. Заболеваемость вроде не снизилась, а чередей за порцией химии от ковида не наблюдается. А послабления пошли! А маски? Маски когда можно будет снять? Или у вас там еще что-то недостроено по поводу чего нам рот открыть нельзя? Так вы говорите, мы помолчим. Но это не точно. Зато кто молчать не намерен, так это россияне 60+, у которых вы, Сергей Семенович, забрали бесплатный проезд в городском транспорте. И теперь и без того небогатый слой населения передвигается по городу за свой счет. Вам не стыдно? Или вы предлагаете им до поликлиники пройтись пешочком? Да и 5 килограмм картошки с 5-рублевую монету на своих плечах нести? С новичком как-то не получилось, попробую-ка я себя в клинической фармакологии. Один из создателей отечественного яда Леонид Ринг теперь будет бороться с вирусными заболеваниями. В ближайшее время он представит противовирусное и иммуномодулирующее средство иммофон. По его словам, он выяснил причину смертности от COVID-19 и обновил один из советских препаратов таким образом, что он стал эффективен как от вирусных заболеваний, так и от ряда других, таких как псориаз, лейкоз, заболевания легких и различных аллергий. Тестирование препарата идет полным ходом, на сегодняшний день оно пробировано на 700 пожилых пациентов, ни одной смерти или тяжелой стадии болезни зафиксировано не было. И вроде бы все хорошо, но доверить свою жизнь человеку, который раньше и яд-то качественно изобрести не смог, как-то страшновато. Ну или другая сторона медали, где гарантия, что он просто не поменял название своего изобретения, был новичок, стал иммофон. Может, кстати, по этой причине Алексей Навальный не погиб? Может, его и не травили вовсе, а просто испытывали новую вакцину от коронавируса? А мы-то и не поняли. Кстати, Ринг утверждает, что после его средства никто не умирает и в тяжелой форме болезни переносит. Кто-нибудь в курсе, а как здоровье Алексея после новейшей разработки? Может, просто ему-то повезло и он попал в руки немецких врачей, но всю-то Россию Германия принять точно не сможет. Короче говоря, друзья, встречайте качественно новый уровень отечественной разработки. Совсем себя не жалеют, все о народе думают. Новый способ поддержки россиян на этой неделе озвучили участники сельскохозяйственного рынка. В ответ на просьбу Минсельхоза к производителям ограничить цены на яйца, макароны и картофель, находчивые аграрии нашли выход из ситуации. Они предложили выпустить на рынок картофель эконом-класса. Это будет такая небольшая картофелина размером 3-5 сантиметров. Ой, надо приговор. Фасованная по 2,5-3,5 килограммов. Стоимость такой картошки будет ниже на 15-20%. Читаю я этот бред и думаю, нормально такая схема. Сначала поднять стоимость картошки на 40%. Это данные Министерства сельского хозяйства за прошлый год. Потом понять, что картофельный ликвид в 3-5 сантиметров по завышенной цене покупать никто не собирается. Быстренько переобуться в полете, завернуть это в заботу о гражданах. И вуаля, как говорится в мультике, не наврешь, не проживешь. Или не обманешь, не продашь. Впрочем, к этой ситуации оба выражения применимы. А если на пальцах, то выходит примерно так. Стоил качественный картофель, к примеру, 10 рублей за килограмм. После повышения стал стоить 14. А после щедрого предложения аграриев продавать неликвид подешевле, этот самый неликвид стал стоить 12 рублей. То есть в прошлом году 10 рублей стоил качественный картофель, а в этом году по 12 рублей нам предлагают уже эконом-класс. Ну, второй сорт не брак, можно брать. Тем более, что российский народ, он терпеливый, молча прожует и снова пойдет за картошечкой. И за огурчиками, кстати, которые теперь по той же схеме поступят на полки ритейла. Об этом на этот раз побеспокоился плодовощной союз России. Ну, типа, если с картошкой дело выгорело, то, может, мы и свои кривые огурцы пристроим. Причем директор этого плодовощного союза Михаил Глушков честно и открыто заявляет, цитата, мы готовы оставить калиброванные огурцы как некий премиальный продукт. Пускай у покупателя будет выбор. Конец цитаты. Короче говоря, если перевести на русский обывательский язык, то нам предлагают обычные картофель и прямые огурцы перевести в разряд премиум. Что естественным образом скажется на цене. А картошку в 3 сантиметра и огурцовые крючки сделать нормой. Странно, что еще не дошли до рассмотрения предложения установить в каждом магазине кормушки с неликвидными товарами и сразу подписать «Для россиян» в скобках «Помощь от государства». Я уверена, и дня не пройдет, чтобы кто-то не попытался исправить надпись. Вы поняли на какую. Короче говоря, друзья, вэлком в новую реальность, где раньше на пюрешку уходило 5 нормальных картошин, теперь будет уходить 15. Как представила, что эту мелочь еще и чистить придется. Так пюрешку что-то и вовсе расхотелось. Хотя в нашей стране уже нечему удивляться. Помните протокол про активиста, который хлопал в ладоши в поддержку Навального? А того, что упирался ногами в асфальт? А судью Преображенскую помните? Это та, что потребовала вызвать на допрос 43 тысячи зрителей YouTube-канала полковника армии Михаила Шиндакова. Сегодня он проходит как обвиняемый в деле об экстремизме. 43 тысячи зрителей! Друзья, это не шутка. Хорошо, что хоть начальник уголовного розыска оказался вменяемым и сообщил Преображенской, что установить конкретных зрителей не удалось. Ну и так же хорошо, что хоть дело Навального не попало на стол к Преображенской. А то там, думаю, что не долг тот час, когда и все комментарии к видео смогут писать только боты, прошедшие предварительную аутентификацию. Ну а у меня на этом все, друзья. Вам есть над чем подумать и есть над чем погрустить. Я напоминаю, что второй выпуск новостей вы увидите только на канале Ермак Медиа. Переходите по ссылке в описании. Увидимся в эфире! Редактор субтитров А.Семкин